Привет, с вами Sawyer, это разговор про процессоры M1. Сразу хочу отметить, что я не планировал снимать это видео, но недавно я сделал видео про распаковку ноутбука MacBook Pro на базе процессора Intel Core i7 и сразу получил кучу вопросов, почему не M1, M2, M1X, как они будут называться, неизвестно. То есть компания Apple собирается выпустить в ближайшем обозримом будущем MacBook Pro 16 дюймов на новом процессоре M1, но он там будет, соответственно, модернизированный, еще лучше и мощнее и так далее. Надо сказать, что M1 это мощный и производительный процессор с хорошей энергоэффективностью. Естественно, я считаю, что за ним будет хорошее будущее и действительно в перспективе нескольких лет будет активно развиваться и меняться текущая ситуация. Но на мое решение повлияло две вещи. Первое, я живу сегодня и сейчас, и мне нужно решать мои проблемы сейчас. И второе, нужно помнить, что я человек, который долгое время работал в проектах, где стабильность важнее производительности. Поэтому для меня важно уметь и иметь возможность оценить свои потенциальные риски с использованием той или иной, в данном случае, архитектуры. И понимать, что у меня заработает, сколько мне придется сил приложить для того, чтобы это заработало, а что не заработает. И вот в случае с Intel мне все понятно, у меня нет никаких непонятных мест, а вот в случае с M1 белых пятен у меня более чем предостаточно. И здесь нужно еще так же понимать, что я не совсем являюсь экспертом по ARM-архитектуре или совсем не являюсь экспертом. И то, что я знаю о процессоре M1, это крайне-крайне малая доля информации. И более того, очень сложно понять, какие программные продукты у меня будут работать корректно, насколько эффективно они будут работать, а с какими возникнут проблемы. И вот в этом видео я просто буду рассуждать о том, что я знаю и какие я вижу проблемы потенциальные. И, собственно, вот эта неясность с процессорами и понимание того, что любая новая технология будет достаточно долго обкатываться, приводит меня к мысли, что лучше сейчас, в ближайшие два года, поработать на стабильном, хорошем, понятном решении, чем переходить на что-то, с чем тебе еще придется наверняка повозиться. И когда мне говорят, что да, все работает, все замечательно, я вспоминаю, что мне это говорят абсолютно о всех технологиях, которые я использовал, но каждый раз в каждой технологии находится куча изъянов, куча проблем, которые нужно решать, и все работает, и все замечательно. Это просто такая, знаете, общая фраза, когда ты настроил себе окружение, вот тебе повезло, что твое окружение ложится на поставленные задачи, на имеющуюся архитектуру. Твое у тебя заработало, и может быть даже заработало с первого раза, что вызывает большое удивление. Но на самом деле, рано или поздно ты все равно сталкиваешься с проблемами, которые ты либо не решаешь, смиряешься с тем, что так вот оно и есть, и живешь с этим, либо тратишь на это силы. Поэтому, когда говорят, что все работает, все замечательно, это вызывает всегда вопросы. Значит, возможно, человек просто недостаточно глубоко копнул, потому что мой опыт говорит о том, что даже в хорошо изученных технологиях при обновлении, при внесении каких-то изменений, даже незначительных, можно очень много-много проблем получить. Поэтому вот такой опыт, что все замечательно, меня никогда не устраивает. Если бы человек, наоборот, рассказал о проблемах, конкретно, что он и как решал, это было бы гораздо лучше, чем вот такая общая фраза, которая не говорит ничего. Но давайте теперь немножко более конкретно пообщаемся про M1. Я буду параллельно зарисовывать то, о чем рассказываю. Итак, процессор M1. Что я о нем знаю? Ну, во-первых, что это ARM-архитектура и, соответственно, рисковая система команды. Что здорово, эффективно, классно и в целом правильное решение, на мой взгляд. Куда интереснее тот факт, что это система на чипе. То есть, кроме графического процессора, центрального процессора, там есть другие контроллеры, которые эффективно работают и взаимодействуют друг с другом, эффективно из позиции энергии, из позиции производительности. И это здорово, да? То есть, это делает этот чип очень-очень эффективным. Но что меня больше всего смущает, это то, что у нас есть много кода, который собран под x86-ую архитектуру. И понятно, что напрямую запустить этот код на ARM нельзя. Что называется, нативно. И получить максимальную эффективность. И Apple уже сталкивался с такой проблемой, когда переходил с PowerPC на x86-ую архитектуру. И тогда они придумали очевидное решение. Это софтварную прослойку. Я бы назвал это софтварную эмуляцию, которая позволяла преобразовывать команды одного процессора в другой. И сейчас они сделали то же самое. И появилась у них Rosetta 2. То есть, это как раз прослойка, которая занимается переводом. И это делается не бесплатно. Это делается по разным оценкам. Где-то около 20% замедления по сравнению с нативным выполнением получается. На практике, во что это выльется, неизвестно. Потому что тесты, которые делаются в некотором роде синтетические. И что на практике, и как будет, надо смотреть каждый конкретный случай. Это, в общем-то, первый большой вопрос. Какую конечную производительность вот этого x86-го кода получишь. Значит, второй момент. Так как это дополнительная прослойка, дополнительная абстракция, она тоже содержит ошибки. Она тоже наверняка не будет работать идеально. И, соответственно, стабильность выполнения x86-го кода на ARM не будет такой же, как непосредственно на x86-ом. Это логично, потому что если бы программисты были идеальными людьми и не совершали ошибок, и код не совершал ошибок, тогда можно было бы говорить о том, что да, все будет выполняться один в один. Здесь же наверняка есть и будут проблемы с какими-то инструкциями, и наверняка будут проблемы с запуском, потому что все, кто когда-либо пробовал софтварную эмуляцию, знают, что 100% программ через нее не запускается. Поэтому наверняка будет какая-то потеря, вопрос какая. И это еще одна неизвестная вещь, насколько это будет сложно. То есть, с одной стороны, наверняка какая-то часть приложения запустится легко и просто, и будет с ними приятно работать, а какая-то просто не запустится. И с этим нужно будет смириться. Что мы точно знаем, что в один процесс Rosetta не может запихать и ARM64 код, и x86. Что это значит? Это значит, что если у нас есть какое-то приложение, которое уже перешло на архитектуру ARM64, и есть какой-то старый плагин к нему, который собран в x86, плагин не запустится. Скорее всего он не запустится, но это опять же надо проверять, но следуя той информации, которая у меня есть, такого произойти не должно. То есть, x86 плагин не запустится. Нужно будет либо брать x86 вариант программы и тогда запускать все плагины в x86. Это, пожалуй, одна из неприятностей, которая может случиться и скорее всего случится, потому что плагины, очень многие программы, которые мы эксплуатируем, сопровождаются хорошей плагинной архитектурой. И плагинов бывает очень много, старых, которые вы там давно уже купили и используете, и которые перевести на новую архитектуру возможности не будет. И здесь стоит отметить, что вообще количество программ, которые сейчас переводятся на ARM под M1, оно постоянно растет и этот процесс, он очень активно движется и, в общем-то, конечно, будет быстро-быстро перетекать из x86 в ARM64. Все, что популярное, все, что основное, очень быстро туда перейдет. Но это займет время, конечно, но не так много. То есть, я думаю, полгода-год и очень-очень много всего уже будет в нужной конечной архитектуре. Но это время. И опять же, возвращаясь к тому, что прямо сейчас у нас есть данность, которая заключается в том, что есть решения, которые уже переведены. Опять же, насколько это качественно, эффективно работающее решение. То есть, есть ли проблемы в новой архитектуре. Что это за проблемы? Это предстоит только узнать. Это раз. Дальше есть еще kernel-экстеншены, которые тоже не запускаются в розетте. Но я так понимаю, что это может влиять только на подключаемое оборудование какое-то хитрое. Вот. По большому счету. Но и в других каких-то проблемах в работе своей поседневной я не вижу. Ну и самое важное, это виртуализация. Виртуализацию тоже розетта не поддерживает. Это значит, что все наши гипервизоры в MWari и там, например, VirtualBox, они летят в топку. И, насколько я знаю, с ними пока нет работающего решения на M1. Возможно, уже что-то изменилось, потому что до недавнего времени я думал, что и Docker не работает. Но оказалось, что уже есть экспериментальная версия, которая, бета-версия, которая содержит решения для запуска самого Docker на M1. Опять же, возникает вопрос, что для того, чтобы в Docker работали образы, нам нужно, чтобы они были собраны, соответственно, в архитектуре ART64. То есть, если у вас нет такой сборки, то есть вы используете, например, образы, которые только в x86, что с этим делать, пока непонятно. И что там в этом образе запустится или не запустится, тоже непонятно. Это, кстати, еще один вопрос, еще одна точка нестабильности. Но, тем не менее, Docker запускается в экспериментальном варианте. И, судя по отзывам, там, в общем-то, все хорошо. И есть высокие шансы, что в ближайшие, опять же, полгода это будет очень-очень хорошо все реализовано. И можно будет смело этим пользоваться. Появится, возможно, даже уже релизная какая-то версия. И это все здорово. Значит, Parallels и возможность запуска Windows под ARM тоже есть. Тоже это экспериментальная ветка. И, опять же, тоже это внушает большие надежды. Таким образом, есть непонятки только с тем, насколько быстро будет работать x86 код. И насколько стабильно. То есть, насколько он будет запускаться. Опять же, есть вопросы с плагинными архитектурами и с ограничениями, которые есть в розетте. Но это уже только практика. Эту информацию можно получить, только запустив нужный тебе код на непосредственно нужной тебе, в данном случае, архитектуре с процессором M1. Вопрос с безопасностью для меня открыт. Я не очень в этом вопросе понимаю, насколько проблемы с позиции безопасности есть в M1. Насколько они проработаны. Насколько он надежный. Но, опять же, по информации имеющейся, вроде как все хорошо там с безопасностью. И в этом смысле у Apple довольно хорошая репутация. То есть, продукты Apple всегда считались достаточно надежными. Поэтому, скорее всего, с позиции безопасности там все более-менее нормально. Значит, кроме того, что у меня есть вот такие опасения с запуском x86 кода. Конечно, новая архитектура. Это, что называется, переучивайся заново. То есть, я хорошо знаю x86 архитектуру. Я очень много с ней давно работаю. На ARM, естественно, придется разбираться со многими вопросами. И это еще одна причина, по которой я на него не тороплюсь. Таким образом, основные мои опасения связаны с тем, что большая часть софта, который я эксплуатирую, запустится примерно с небольшим бустом по скорости. Потому что это будет эмуляция программная. И с большим риском не запуститься. То есть, я его оцениваю как очень высокий. Я понимаю, что будут проблемы с виртуализацией. Причем, как с гипервизорами, так и с виртуализацией на уровне ОС. С контейнерной виртуализацией. То, что запускается большая часть всего, что есть, это здорово. Но так или иначе, если вы немножко погуглите и посмотрите, периодически возникают вопросы, связанные с тем, что тот или иной софт не запустился. И, к сожалению, пока наработанной базой знаний, да, это вот еще один важный момент, база знаний с решенными проблемами, да, наш любимый Stack Overflow, она очень маленькая, да. То есть, нет еще объема информации, готовых решений на те вопросы, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации этой архитектуры. Это тоже очень важно. То есть, быстро решать проблемы самостоятельно очень сложно. Когда есть готовые ответы на Stack Overflow, все знают, что это очень-очень хорошо. Поэтому, на мой взгляд, я бы оценил пока ситуацию как не, ну, как скажем так, не очень надежную, да. То есть, ситуация с M1 такова, что он показывает классную производительность, хорошую энергоэффективность, с этим спорить нет, но пока окружение сыровато. И экспериментировать и ставить опыты на себе и на своих задачах, в своей работе я не очень хочу. Мне кажется, что около года точно понадобится на то, чтобы это все выстоялось, устаканилось, появились наработки и база знаний выросла. Потому что, например, по некоторым программам, которые я хотел бы использовать, например, у меня есть цифровой осциллограф, который я подключаю к USB. Я не знаю, как будет работать софт, который под него есть, то есть, в режиме эмуляции, да, будет ли он работать, либо будет с ним проблема. Попытался погуглить, ничего он не нашел, да, вот простой пример. Вот. И таких примеров можно привести много. То есть, я использую те или иные программные решения, некоторые из них работают только в виртуалках, и они, понятно, не будут работать. И я понимаю, что мне пока рано сюда идти, и где-то, я думаю, в течение года полутора ситуацию устаканится, будет довольно ясно, что с этим всем делать, и тогда можно переходить. Опять же, мой MacBook, который я купил, я не думаю, что он будет чем-то отличаться от моего предыдущего опыта, и, как известно, MacBook через два года превращаются в тыкву, по крайней мере, в моем понимании. И их лучше менять где-то после двух-двух с половиной лет. Здесь есть, правда, риск, что интеловская начинка его обесценит его. То есть, я не смогу через два года его продать и купить на M.2 процессоре Book. И, опять же, Intel сейчас, анонсировав выход процессора M.1X на 16 дюймах, он как бы сделал себе такую медвежью услугу, потому что, вероятно, люди не захотят торопиться с покупкой MacBook. И вот только вот такие люди, как я, которые никуда не торопятся и понимают, что стабильность лучше производительности для меня, они будут приобретать технику. Посмотрим, что будет. Но на данном этапе я не вижу снова какого-то большой выгоды в переходе на M.1, поэтому остаюсь на интервале. Ну, а с вами был Сойер, спасибо, что слушали. До свидания.